Руководитель Бакинской администрации Алиев вновь заявил, что у Армении нет территорий и границ, и они продолжат территориальные завоевания. Ясно, что Алиев не говорит это просто так. Он не смог бы делать подобные заявления, если бы у него не было поддержки и предводительства хотя бы одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Этим членом является Россия, по просьбе которой в октябре 2020 года Китай сорвал принятие резолюции о прекращении войны. Однако в сентябре этого года Россия сама сорвала принятие резолюции Совета Безопасности ООН относительно войны и агрессии против Армении, утверждая, что должна быть сделана отсылка к трехстороннему заявлению от 9 ноября. Путинофилы, русофилы. Бессмысленно, они не понимают. Это заявление говорит именно о том, что Россия не признает Армению в качестве суверенного государства, у которой есть территория и по меньшей мере советские границы. Хотя бы советские границы. В российской прессе открыто говорится о том, что действия Баку не являются агрессией. Какая агрессия? Всего лишь инцидент. Арсениан Гуго то же самое говорит. Был лишь инцидент. Умерло около 200 человек. Забудьте, это уже прошло. Арсениан Гуго, ты ответишь за это. Члены минской группы ОБСЕ, США и Франция признали факт агрессии против Армении. Невменяемые власти Армении в лице премьер-министра продолжают городить чушь от 29 800 квадратных километров, так и не продемонстрировав соответствующее восприятие или не пожелав его продемонстрировать в вопросе реализуемых против Армении планов. Пророссийская агентура, СМИ и просто полезные идиоты продолжают молоть вздор относительно членства ВТКБ и проведения разграничения между Россией и Турцией. В чем виновата Россия? Турция все сделала. А то, что перед тем, как азербайджанцы предприняли действие, русские ушли за 6 часов, они не говорят об этом. В Сотке, в Горисе, за 6 часов. В 18.00 русские уходят. В 12 часов ночи азербайджанцы нападают. Россия не виновата. И столько. Не буду употреблять резких слов. Не обязательно, чтобы планы были реализованы. Россия и Турция на пороге взрыва. Армения в результате соответствующей суверенной политики может стать серьезным фактором. Может. Продолжайте сидеть в диванах. Оно, само собой, произойдет. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса.